Житель Карасуйского района Азамат Демиев обратился в Центр обслуживания населения, так как у него закончился срок действия паспорта. Помня прошлый опыт, он принёс справку с места жительства, красную книгу и свой старый паспорт. Однако весь путь можно было сократить, достаточно было лишь скачать приложение Тундук. Как говорит Азамат Демиев, он не ожидал, что процесс получения паспорта будет таким быстрым и лёгким. В прошлый раз, чтобы получить документ, он потратил много времени при сборе справок и других необходимых бумаг. «Десять лет назад, когда я получал паспорт, приходилось долго стоять в очереди. Также приходилось долго собирать документы. Теперь я скачал приложение Тундук. Быстро всё сделал. Скоро вернусь за паспортом». По словам сотрудников ЦОНа, цифровизация облегчила не только жизнь населения, но и их работу. Например, если гражданин забыл дома какой-либо документ, ему не придётся за ним возвращаться. Ведь все документы хранятся в электронном формате в приложении Тундук. О готовности паспорта они также могут узнать онлайн. «У нас в Тундук есть галочка «Цифровой регион». Нужно просто её нажать и сдать все документы. ID-паспорт – это внутренний документ. Его можно оформить через приложение. А за гранд-паспорт через приложение получить нельзя. Надо сканировать документы. Но в любом случае стало очень удобно как для нас, так и для посетителей». Единая электронная система намного облегчила работу центров обслуживания населения. Сотрудникам теперь не приходится перебирать кипу бумаг и папок. «Если у гражданина нет прописки, то чтобы встать на учёт, должно быть свидетельство о рождении в цифровом формате. Без этого он не сможет прописаться. Цифровизация намного облегчила процедуру получения документов». Стоит отметить, что из-за малоинформированности населения, из обратившихся за паспортом лишь 10% пользуются приложением Тундук. Всем приходящим в ЦОН сотрудники рассказывают о приложении и объясняют, как им пользоваться.